Новоуральск активно преображается. За пять лет реализации программы формирования современной городской среды облик 17 общественных пространств и 119 дворов преобразились. Городские власти не останавливаются на достигнутом. Продолжение истории о преображении Новоуральска смотрите в нашем следующем сюжете. Формирование и обустройство современной городской среды является частью областной и федеральной программ, а также национального проекта «Жилье и городская среда». Напомним, что одним из первых объектов, которые благоустроили в Новоуральском городском округе, стал Центральный парк культуры и отдыха. Он, как и многие другие общественные городские территории, преобразился благодаря этой инициативе. Из общественных территорий, из крупных общественных территорий, это можно назвать и аллею молодежи, и первый, и второй этап. Это у нас и благоустройство территории улицы Комсомольской, это и сквер Околомифи, и множество более маленьких территорий. Это и сквер строителей, и сквер пожарных, и сквер дружбы. Но значимые территории, которые существенно улучшают облик нашего города. В Новоуральске активно преображаются не только общественные пространства, но и дворовые территории. Благодаря муниципальной программе и софинансирования, жители сами могут инициировать благоустройство своего двора. Включив в проект обязательные элементы, такие как, к примеру, замена асфальта, освещение, установка малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, скамеек и других элементов комфортной среды. Была муниципальная программа с софинансированием жителей, 5%, 95% оплачивал город, потом это стало 10% оплачивали жителей, 90% город. Муниципальная программа сейчас свернута в части финансирования, она осталась, но финансирование областное, и область финансирует 80% затрат, жители финансируют 20% затрат. Плавно мы переходим к тому, что реализация вот этой программы, формирование современной городской среды предусматривает финансирование из различных источников, в том числе недавно у нас появился такой источник, как «Радиус доверия». Новоуральцы активно участвуют в благоустройстве города, предлагая свои идеи в рамках народной программы городских изменений «Радиус доверия». Проекты, прошедшие экспертизу, получают финансирование от топливной компании «ТВЭЛ», благодаря чему уже реализованы тропа здоровья на улице Дудина, воркаут и спортивная площадка на красногвардейском проезде. В планах – благоустройство старого нового парка, пляжа и других объектов. Другим источником финансирования стала программа «Люди и города», по которой Уральский электрохимический комбинат перечисляет деньги городу. В прошлом году это было 100 миллионов рублей, в этом году 100 миллионов рублей. На эти денежные средства у нас в том числе и благоустраивается сейчас «Аллея трудовой славы». Программа работала, работает и будет работать, и у нас впереди еще много планов по улучшению благоустройства нашего города. Новоуральск активно преображается благодаря реализации муниципальной программы формирования современной среды. В городе уже появились новые благоустроенные общественные пространства, обновлены дворовые территории, и все это делает город более комфортным и привлекательным для жителей. Ну, по сравнению с тем, что было раньше, сейчас город становится более зеленее, более комфортным для проживания людей, и мне очень нравится, как он меняется в лучшую сторону. Нравится, ну вот эта вот аллея, которую на Комсомольской сделали, ну ее в прошлом году еще сделали, но она прям радует, что приятно гулять, ждем, когда победу отремонтируется аллею. Лучше всего благоустроено, мне кажется, вот у фонтана очень такая хорошая территория, и дети там гуляют свободно, и порядок соблюдается, и все очень красиво, и цветы посажены, и насаждения посажены. Ну, все-таки благоустройство, значит, аллею труда, молодежную аллею устроили. Работа по благоустройству Новоуральска продолжается, и в ближайшие годы город ждет еще более позитивные изменения. Благодаря активному участию жителей и реализации различных программ, Новоуральский округ станет еще более красивым, комфортным и современным.